Добрый день! Для начала пару слов про то, кто я такой и почему я позволяю себе рассказывать про такие вещи, про мышление. Я когнитивный психолог, ученый. Я более чем, уже 10 лет получается, работаю в исследовательской лаборатории и изучаю, как устроено человеческое мышление. Ставим эксперименты, постараемся проверять тельные объяснения, как все работает и так далее. И сегодня я вам расскажу некоторую толику того, что мы изучаем, толику того, что обычно обсуждается. Это то, как мышление отличается у экспертов, то есть у тех людей, которые буквально видны издалека. Вначале, я думаю, мы должны сказать пару слов про то, что такое экспертность, чтобы было понятно, о чем будет идти речь дальше. В самом буквальном виде экспертность определяется как область высших достижений. В целом, про экспертность говорить довольно сложно, потому что в разных областях, в разных профессиях, в разных видах деятельности эксперты отличаются довольно сильно. И критерии экспертности, которые мы используем, отличаются довольно сильно. Но один из таких более-менее универсальных – это такое общее признание специалистов вот в этой профессии, то, что этот человек делает нечто хорошо и лучше других. И нам, как психологам, довольно важно и интересно понять, а как устроено мышление людей, которые делают нечто лучше других. И можем ли мы использовать какие-то лайфхаки и примочки для того, чтобы помочь людям, которые справляются не так хорошо. И в целом психологи выделили такую формулу экспертности, которая состоит из трех главных частей, которые мы чуть более подробнее сейчас разберем. Первое – это представление. Собственно, каждый из нас, когда сталкивается с какой-то конкретной задачей в профессиональной области или даже в быту, как-то эту задачу в себе представляет. Как-то она у нас в сознании нам предъявлена. И оказывается, что новички, те люди, которые только-только пришли в область, и эксперты совсем по-разному представляют себе поставленную задачу. Самые смешные эксперименты связаны, как правило, с сайтрекингом, с методом регистрации движения глаз, которые показывают, что эксперты буквально смотрят в разные точки, соответственно, в разные места в сравнении с новичками и обращают внимание на разное. И мы таким образом можем это показать легко. Второй очень важный компонент в этой формуле экспертности – это выбор стратегии решения задачи. Собственно, стратегий очень много. Они, опять же, часто привязаны к конкретным предметным областям. Есть классификация довольно простая из двух типов стратегий. Она часто совсем используется. Это стратегии прямого и обратного поиска. Прямой поиск, опять же, на примере каких-нибудь врачей, например. Когда необходимо поставить некоторый диагноз. Вот мы смотрим на анамнез, на симптомы, и по симптомам пытаемся понять, какой у человека диагноз. У экспертов, оказывается, стратегии часто используются более разнообразные. Они обращаются еще к обратному поиску. То есть они могут вначале предположить, какой должен быть диагноз, и только потом выискивать, исходя из этого предположения, те симптомы, которые должны быть у этого пациента. И, собственно, топовые эксперты, как раз опытные врачи, как правило, чередуют стратегии прямого и обратного поиска. А вот новички вначале пытаются анализировать только то, что дано, то, что есть перед глазами, и, исходя из этого, пытаются принять какое-то решение о том, какой диагноз поставить, и потом какую программу лечения выписать. Ну и, наконец, третий компонент, тоже очень важный. Это про то, как мы готовимся к решению задачи. То, что к самому решению, в общем, не относится, но то, что мы можем планировать, предвосхищать какие-то ошибки, разбивать сам процесс решения на разные этапы, может быть, кусочек делегировать кому-то и так далее, и так далее. То есть это такое управление процессом решения. Как правило, опять же, забегая немножко вперед, я скажу, что новички к управлению процесса решения вообще не прибегают. Или очень-очень мало. А эксперты очень много, на самом деле, в сравнении с новичками, тратят время на подготовку к решению, нежели, соответственно, к самому решению. Сама задача решается потом, оказывается, сильно быстрее. Вот. Ну, конкретные примерчики, которые я приведу, они из разных областей. Некоторые из области медицины, некоторые из области управления, некоторые из других областей. Но главное, что это иллюстрации, которые в целом считаются более-менее универсальными. что их при желании можно перенести на другие области. Вот этот пример тоже из области медицины, коль я с нее начал. Есть действительно проблема, связанная с постановкой точных диагнозов. И вот мы можем давать кейсы, клинические случаи, ну, разным людям, соответственно, совсем не врачам, не медикам, людям с улицы, новичкам, то есть студентам, соответственно, ну, среднячкам, то есть тем, кто уже выпустился из вуза, но не имеет такого практического опыта. И, собственно, эксперты, которые, ну, в пределе больше 10 лет, опять же, работают в медицине. И мы можем посмотреть на точность, соответственно, диагнозов, которые они ставят. Ну, закономерным образом, чем более опытный человек, тем более точные диагнозы они ставят. Тут как бы нет ничего удивительного. Удивительное начинается, когда мы просим решать этих людей вторую, довольно простую тоже задачу, после того, как они поставили диагноз, ну, минут через 5, мы просим, а, пожалуйста, ну, припомните содержание конкретного клинического случая. Что там были за симптомы, что это было за пациент, сколько ему лет, там, и так далее, и так далее. Здесь есть некоторая идейка, очень важная, связана она с тем, что, ну, в зависимости от того, как много мы работаем с информацией, мы потом ее лучше помним. И поэтому мы должны ожидать, что также должна быть какая-то, ну, возрастающая, что ли. возрастающая тоже, ой, соответственно, некоторая такая тенденция, что чем лучше человек ставит диагнозы, тем больше работает он с этой информацией, связанной с симптомами, тем лучше он должен это все дело припоминать. Но оказывается, что это не так. Оказывается, что в случае с предельными экспертами после определенного уровня точность диагнозов высока, как мы видим на одном из графиков, а точность припоминания симптомов, она низкая. И что нам это говорит? На самом деле это очень интересный, крутой эффект, экспериментальный факт, который показывает, что эксперты, ну, исходя из этого эксперимента, исходя из других, и других опираются не на какую-то осознаваемую часть информации, с которой они оперируют здесь и сейчас, но и на то, что обычно называют интуицией. За этим словом, как правило, скрываются, собственно, субъективные оценки и до конца рационально необъясненные субъективные переживания, чувства, которые использует этот самый врач для того, чтобы быть более точным, и точность действительно мы можем наблюдать. То есть, оказывается, здесь часть опыта эксперта, она ему недоступна. Она ему сознательно недоступна, но при этом он пользуется этим опытом в решении конкретных клинических случаев. Вот это очень важный момент, поскольку он заставляет нас критически задуматься вообще о том, насколько топовые эксперты могут отдавать себе отчет в том, почему они хороши. Довольно часто они занимаются рационализацией и пытаются, соответственно, придумать какие-то, ну или найти в себе какие-то причины того, почему у них получается что-то лучше, чем у других. И там возникают какие-то разные книги, истории успеха там и так далее, и так далее. Вот, как правило, подобные эксперименты, они развенчивают вообще, ну, до некоторой степени снижают, скажем так, ценность подобной литературы, просто потому, что даже если человек честно хочет поделиться своим опытом, у него нет возможности поделиться опытом, часть которого он не осознает, но который пользуется. И в этом смысле, вот, к сожалению, вот в таком простом, вербальном, через книжки, через выступления, через лекции, вот эта часть опыта, она, к сожалению, не передается. Есть, опять же, прикольные исследования, которые позволяют указать, как можно нащупать пути передачи такого опыта, ну, например, суперопытные пианисты играют какую-то пьесу, какое-то музыкальное произведение, но при этом на их руках установлены моторные датчики, которые записывают, соответственно, последовательные сокращения их определенных мышц, собственно, в руке, когда они играют. Потом новичок садится за фортепиано, ему также, соответственно, электродики уже, аниматорные датчики на руки цепляют и сокращают его мышцы в том же паттерне, в том же способ, тем же способом, который, собственно, был у эксперта. И оказывается, что в сравнении с новичками, у которых, соответственно, нет таких вот этих электродиков, новички с электродиками справляются с игрой как раз вот новой какой-то пьесы, нового музыкального произведения, который вот играл этот самый эксперт, значительно лучше, значительно быстрее и так далее, и так далее. Вот, идея такая, что мы можем нащупать такие косвенные способы передачи опыта. Даже путем, опять же, наблюдения за тем, куда смотрит человек. Соответственно, есть тоже любопытные исследования, которые показывают, что если мы покажем новичкам траекторию движения глаз эксперта, после такого прослеживания взора эксперта, новички справляются с этой же задачей значительно лучше, чем эксперт. При этом никто не понимает, что за содержание за этим кроется. Ни сам новичок не может сказать, ни эксперт не может сказать, почему он в этот момент посмотрел туда, а не сюда. Но при этом общая эффективность выполнения задачи, скорость выполнения задачи конкретной, она улучшается. Вот, если говорить про другие, соответственно, примеры того, как представляются профессионалам, экспертам те задачи, с которыми не справляются. Это пример из области физики. Ну, я думаю, с школьных времен вы все помните какие-нибудь физические задачки. Ну, так вот, опять же, если брать школьников, ну, или новичков просто в решении такого рода физических задачек, как правило, эти задачки рассматриваются как какие-то ну, отдельные, атомарно существующие, не связанные друг с другом, вот какие-то проблемные ситуации, с которыми нужно справиться. Для каждого свой метод, там, и так далее, и так далее. А у экспертов, как выясняется, эти задачки, они группируются в целой иерархии. Они группируются в классы и в пределе, соответственно, также группируются и методы, которые этот человек, собственно, использует. Вот этот простой эксперимент иллюстрирует то, что происходит, если дать рост обзадачах физических новичкам, экспертам и попросить их не решать, а просто классифицировать, на что они, собственно, похожи. И окажется, что новички, соответственно, довольно странным образом либо совсем не классифицируют, либо классифицируют как-то на основе каких-то поверхностных признаков, что вот здесь есть, там, не знаю, это не из области физики, ну, если бы это было из области математики, здесь есть про поезда, там, здесь есть про какие-нибудь яблоки, там, вот, буду группировать так. А эксперты группируют по основанию как раз принципа решения. И в других областях это точно так же. Собственно, когда мы учимся решать определенные задачи, они у нас неявным образом, даже без особых наших усилий, группируются, становятся для нас субъективно похожими в зависимости от того, насколько похож принцип их решения. И это меняет представление, опять же, задачи эксперта и новичка. Эксперт, когда видит задачу, часто ее просто категоризует, ага, эта задача вот такая, вот с таким типом решения. И все. А дальше потом, собственно, пытается решать. Но самые интересные эксперименты связаны с линией исследования такого немецкого ученого, его зовут Дитрих Дернер. Он, соответственно, создавал миры симуляции компьютерные, собственно, докладывал туда десять тысяч или десятки тысяч переменных самых разных взаимосвязанных друг с другом. Сам мир симуляции предполагал, что вот, смотрите, ну, это напоминает самые разные компьютерные игры, хотя он это делал сильно раньше. Когда вот есть бедный испытуемый, он приглашается и, соответственно, ему говорят, вот ты теперь диктатор. Можешь делать, собственно, все, что хочешь с этим, соответственно, регионом, там, это конкретно африканский выдуманный регион Таналанд, но при этом твоя задача повысить уровень жизни этих людей и удерживать его на определенном уровне. Вот. И, соответственно, все, что делали, все, что говорили, о чем думали, соответственно, испытуемые, дальше записывалось. Как записывать то, о чем думают? Ну, вот этот конкретный исследователь использовал метод рассуждения вслух. Когда человеку необходимо было проговаривать все, что приходит ему в голову. И дальше, собственно, протоколы собираются, размечаются, анализируются, кластеризуются и так далее. Что, собственно, получилось? Это вот как раз те примерчики, которые он показывает и иллюстрирует ими особенности мышления новичков в управлении. Чтобы вы понимали, опять же, когда человек с улицы приходит, ему говорят, вот теперь ты диктатор. Ну, собственно, это, безусловно, такая управленческая должность. Ну, почему важно, что это диктатор? Потому что нету больших ограничений, которые есть в реальности, соответственно, управленческой, которые мешают воплотить в жизнь какие-то идеи, которые есть у этого, собственно, управленца. Так вот, что, собственно, получилось? С одной стороны, про то, как устроены вербальные протоколы, что, собственно, говорили люди и как они мыслили. Вначале, соответственно, у них довольно большой, судя по графикам, был процент вопросов о том, как устроена ситуация, что там происходит. То есть, так или иначе, они задумывались о том, как, соответственно, вообще живет эта бедная область Таналанд. Ну, и они узнавали в самом начале о том, что там проблемы с голодом. То есть, люди голодают. Надо с этим что-то делать и так далее. Вот. Но опять же, здесь простой график показывает то, что постепенно вопросы, которые они сдают, постепенно рефлексия, которая связана с тем, о том, чтобы задуматься об эффективности того или иного решения, там, попытки отследить обратную связь какую-то уже принятых решений и так далее, и так далее. Тоже все это снижается, снижается. И из таких вот задумчивых каких-то вот философов, которые созерцают это все и пытаются понять, как это все устроено, такие вот новички в управлении превращаются в активных деятелей, которые мало думают, но много принимают решений. И это такой вот очень типичный паттерн, который возникает довольно часто на самых первых парах в собственном управлении, когда видны задачи, видны проблемы, хочется их решать. А, соответственно, так, чтобы вот сесть, подумать и уделить довольно большое количество времени вот этому всему, часто вот, к сожалению, это игнорируется, судя по, опять же, экспериментальным данным. Второй пример очень интересный, как раз связан с тем, как многие испытуемые в этом эксперименте пытались решить проблему голода. Собственно, проблема голода в том числе была связана с тем, что называют налог на урожай. Причем такой природный налог, когда не государство и правительство что-то там изымает, а когда приходят всякие разные маленькие грызуны или маленькие, собственно, детеныши-обезьян и съедают часть урожая. Урожая не хватает, люди голодают. Все просто. Что делает, что думает, собственно, такой вот новичок? Ага, проблема в этих детенышах-обезьян и маленьких грызунах. Надо просто их уничтожить. Вот давайте их снизим и тогда урожая будет больше. Что, собственно, происходит? Ну да, истебляют этих самых детенышей, детенышей становятся меньше и по идее действительно урожая должно быть больше. Это такая чисто пример того, что Дернер называет линейным мышлением в управлении. Но потом оказывается, что детеныши, как таковые-то, они сами были пищей для хищников, для леопардов, например. И когда детенышей стало слишком мало, соответственно, леопардов стало мало что кушать и они начали нападать на скот. То есть, соответственно, есть стало в этом месте меньше для людей. Вот. И другой пример. Детеныши, помимо, соответственно, части урожая, съедали еще большое количество насекомых. И опять же, чем меньше детенышей, соответственно, тем больше насекомых, а насекомые съедали урожай, часть урожая. В этом смысле простое линейное мышление, не учитывающие причинно-следственные связи, отдаленные, косвенные, они не приводят к решению проблемы, а приводят только вот, соответственно, к конкретным, ну, в общем-то, новым проблемам, с которыми дальше нужно справляться, дальше нужно отслеживать, замечать, там и так далее. Вот. Соответственно, какие выводы Дернер сделал? Ну, их там, собственно, много. Я только некоторые упомяну здесь. С одной стороны, начинающие управленцы часто принимают решения без предшествующего анализа ситуации, когда видят проблему, хотят решить. Все просто. Дальше они не учитывают структуру протекания процессов и отдаленные побочные последствия, то, что мы видели на примере с урожаем. Часть из них уходит в беспочное проектирование, когда вот они решили заниматься улучшением системы орошения в регионе и настолько этим увлеклись, что всякие разные информирования их о голоде они, соответственно, игнорировали. Ну и самый любопытный и самый, наверное, прикольный момент то, что у них в ситуации беспомощности, то есть, когда они не могли сразу предложить какие-то способы помочь людям с голодом, у них повышалась доля цинизмов, циничных высказываний. Ну, по типу, ну, все умирают, там, нужно потуже им пояса затянуть, там, и так далее, и так далее. В целом, Дернер говорит, это, ну, казалось бы, ситуация, там, эффект, закономерность, которая получена в эксперименте, но аналогия с какими-то общими, там, чиновничьими высказываниями в средствах массовой информации прослеживается в самых разных странах вот очень легко и непринужденно. Соответственно, Дернер не остановился на этом, он продолжил. Соответственно, вот второй мир симуляции, который он создал, это немецкий городок маленький в 3700 человек, собственно, там много разных, опять же, магазинчиков, каких-то, соответственно, элементов инфраструктуры, типа вокзалов, там, и так далее, и так далее. Ну и точно так же есть позиция бургомистра, которую выбрали на определенное количество лет и при этом не могут никак свергнуть. То есть, это тоже условно-диктаторские у этого бургомистра полномочия. И что тоже здесь обнаружилось самое интересное? Оказалось, во-первых, что кто-то из, соответственно, этих самых испытуемых устойчиво справляется лучше с такой задачей управления, а кто-то хуже, судя по интегральному показателю удовлетворенности у жителей этого города Лохаузен. И мы можем проследить разные, соответственно, предикторы, разные переменные, которые отличают, соответственно, тех, кто хорошо справляется, собственно, можно назвать их условно экспертами в этой локальной ситуации, и тех, кто плохо справляется. Идея здесь, в частности, в том, что было обнаружено, что эксперты, они принимают большее количество решений на один замысел. Например, вот есть проблема с безработицей в области, не знаю, молодежи, что вот молодые люди не могут найти себе работу. Конкретный управленец может предположить, с чем это может быть связано, и принять решение, там, не знаю, на устранение этого конкретного источника проблемы. Опытный управленец принимает сразу несколько решений для реализации одного замысла, одной попытки совладать с этой проблемой. Чем больше решений на один замысел, тем больше, соответственно, охватываются эти побочные отдаленные последствия, и до некоторой степени мы можем с ними справиться. Собственно, здесь тоже есть некоторый список отличий хороших бургомистров от условно плохих бургомистров. Во-первых, хорошие бургомистры больше, соответственно, принимали решения, чем плохие, они больше принимали решения на одну цель, вот, соответственно, они меньше переключались с области на область, и меньше отвлекались на какие-то спонтанные сообщения, то есть, если они занимаются условным здравоохранением, улучшением его, то мы можем наблюдать у них некоторую последовательность, что вот они выбрали область применения собственных усилий и не отвлекаются, не распыляются на что-то другое. Ну, и также они больше рефлексировали, то есть, больше, ну, это связано со следующим пунктом, больше обращали внимание на каузальную структуру города, то есть, то, с чем связано, что является причиной, чего, и так далее, и так далее. По факту и этот пример, и предыдущий пример говорят нам о том, что эксперты отличаются от новичков тем, что у них есть некоторое, ну, то, что можно назвать здесь каузальной картой, то есть, карты причинно-следственных связей в процессах, которыми они управляют. Без такой карты очень сложно. Ну, и, собственно, в ходе повышения экспертности такая карта уточняется, такая карта расширяется, и на основе этой карты, соответственно, эксперт может принимать более точные решения. Да, ну, собственно, часто возникало именно вот в этом почему-то эксперименте пример инкапсулированного поведения, когда, опять же, человек, ну, очень сильно увлекался какой-то одной задачей, и, ну, в этом, как в этом случае был пример с тем, что вот нужно улучшать инфраструктуру города. Ну, тогда еще, собственно, мобильных телефонов не было, и, если говорить о связи, то можно было бы подумать о, соответственно, каких-нибудь оптимальных локациях для телефонных будок. Ну, и увлекшись отдельной этой локальной задачей, конкретный управленец, новичок, соответственно, пытался рассчитать среднюю продолжительность пути старушки от одной будки до другой для того, чтобы, ну, опять же, учесть социально незащищенные слои населения, чтобы это было удобно и бабулем тоже. Вот, и потратив на это гигантское количество времени, он точно решил эту задачу, но все остальное, в общем, к сожалению, осталось нерешенным. Вот, это что касается общих представлений об экспертности и чем отличаются новички от экспертов. Ну, я упомянул, что, собственно, часть экспертности у нас, она скрытая, то есть, она есть, она в поведении проявляется, мы успешны, мы можем это видеть, но сами понять, почему это так, мы не можем. И есть несколько причин, почему это так. Первая причина связана с феноменом имплицитного научения. Собственно, имплицитное, это буквально значит неосознаваемое, когда мы чему-то учимся, но при этом не осознаем ни то, что мы учимся, ни содержание этого научения, ни, иногда даже не замечаем, что у нас все лучше и лучше, не что-то получается. Вот, это простой эксперимент, называется сахарная фабрика. Вот, есть некоторая фабрика, мы, опять же, в роли такого директора, управляющего, нам необходимо определять, какое количество, соответственно, людей будет работать в конкретный день. Ну и, собственно, с этим, безусловно, связано некоторое количество продукции, сахара, которые будет эта фабрика производить в этот день. у нас есть целевый показатель, 9000 тонн сахара. Вот столько мы должны показать, ни больше, ни меньше, потому что из-за этого будут возникать всякие проблемы с логистикой, с продажей, там, и так далее. Вот, основная проблема в том, что вот эти самые переменные, то есть, количество людей, которые работают, и количество продукции, которые производят, они связаны определенной формулы, которую человек не знает. Испытуемый не знает этого. Плюс к этой формуле есть там случайные переменные, которые еще усложняют сам факт понимания того, что вот здесь происходит. И в чем здесь сам эксперимент? Испытуемый пытается варьировать количество людей от дня ко дню, и у него получается все лучше и лучше, лучше и лучше, лучше и лучше, но потом, и во время даже, он не может нам сказать, на что он ориентируется, почему, вот каким образом он правильно подбирает, соответственно, это самое количество людей на фабрике. Этот феномен проявляется в огромном количестве областей, самый близкий для нас, наверное, это феномен освоения языка. В первые годы жизни ребенок осваивает язык, но, опять же, не может рассказать, как этот язык устроен и как, собственно, он вот так вот говорит. Говорит и говорит. В данном случае, это происходит неосознаваемо. Осознаваемые какие-то правила русского языка он только в школе начинает узнавать. Вот. Но на самом деле в самых разных областях, часто вот чисто моторных, процедурных таких, связанных с вождением автомобиля, связанных с кулинарией, там огромное количество тех самых элементов имплицитного научения, когда мы учимся чему-то, но не осознаем этого, но у нас получается все лучше и лучше. Вот. Собственно, второй пример очень важный, это пример с инсайтом, с таким вот озарением. В целом, есть большое количество примеров легендарных и в науке, и в практике, то, как приходит та самая идея, которая позволяет решить ту задачу, которая перед нами стоит. Но судя по последним исследованиям психологическим, то, как и почему возникает инсайд. Оказывается, что большинство наших инсайтов это не новое какое-то знание, для которого мы додумались в какой-то момент. Это, собственно, момент, когда у нас ослабляются ограничения на использование того знания, того опыта, который у нас уже есть. То есть, в большинстве случаев часто так бывает, соответственно, когда мы сталкиваемся с задачей, у нас актуализируется какой-то кусок опыта, необходимый для решения этой задачи. То есть, спонтанно просто мы знаем, как ее решать, вспомнили как-то и так далее. Но часто бывает, что тот опыт, который нам нужен, мы им обладаем, он вовремя не актуализируется. Но буквально те методы, те идеи, которые нам нужны, они не приходят в голову в тот момент, когда нам это нужно. Что им мешает? Соответственно, есть довольно большое количество ограничений, которые не позволяют это сделать. И момент инсайта это как раз непроизвольное преодоление этих ограничений. То есть, идея в том, что мы таким образом без проблем внезапно как-то понимаем, как нужно решать конкретную задачу, но оказывается, что мы просто понимаем, как применить то, что мы уже знали до этого. Ну, опять же, у нас нету никакого источника из космоса, который является каким-то, опять же, источником идей, которых у нас не было до этого. Тут все довольно прозаично, на самом деле, оказывается. Вот тут пример простой. Ограничения, которые могут возникать и, соответственно, инсайты, которые переживаются. Довольно просто. Это примеры с головоломками, но смысл приводить к головоломке именно в том, что наше мышление спотыкается в предсказуемых местах. И именно в этих местах мы можем сделать головоломку. Головоломки нельзя сделать на пустом месте. Нужно именно понимать, где наше мышление споткнется. Вот есть три простые задачки. Два человека сыграли пять раз в шашки, и каждый из них выиграл четное количество раз. При этом они ни разу не сыграли в ничью. Как это возможно? С разными людьми играли. С разными людьми играли, конечно. Соответственно, эта формулировка предполагает, что мы можем представить себе две разных ситуации. Если мы представим одну ситуацию, мы не поймем, как это возможно. Если мы представим другую ситуацию, все будет понятно. Второй пример. экстрасенс Джим может предсказать счет любого хоккейного матча до его начала. Как ему это удается? 0-0 до начала. Точно. Соответственно, в начале собственно матча счет 0-0. Всегда. Ну и третий, более сложный пример. Хомяк может съесть килограмм овса, а лошадь нет. Почему? Я приеме съесть лошадь. Да, точно. Потому что хомяк не может съесть лошадь. Опять же, когда мы читаем здесь эту фразу, представляется, что хомяк может съесть килограмм овса, а лошадь не может съесть килограмм овса. И там, как раз в ответ на это, простые испытуемые обычно порождают гигантское количество вопросов, примеров, гипотез о том, что, ну, наверное, овса там отравлена для лошадей, или слишком большой хомяк, например, и так далее, и так далее. А тут действительно... Можно просто не давать овес лошадь. Когда она не сможет его съесть. Действительно, как вариант. Но тут действительно основная проблема в том, что конкретная формулировка позволяет построить разные модели ситуации в наших сознаниях. И нужно отслеживать такое и переключаться между одним и другим. Довольно часто, опять же, инсайт возникает именно тогда, когда мы понимаем, ага, так это можно было посмотреть на это совсем по-другому. Как раз, в данном случае на формулировку. Есть другие типы ограничений. Сейчас мы, к сожалению, не успеем о них поговорить. Некоторые связаны с нашим восприятием, некоторые связаны с нашей памятью. Это пример с языком, который существует. Ну и, собственно, третий пример, который я хотел привести, связанный со скрытой экспертностью, это феномен выученной беспомощности. Это известный феномен в психологии, который предполагает, что люди, обладая компетентностью, способностью решить какую-то проблемную ситуацию не позволяют себе это сделать. Часто из-за негативного опыта того, что у них до этого не получалось. Длительного негативного опыта и травматичного. Психологи задумались, что лежит в основе этого феномена. И оказалось, что у людей есть определенные установки, определенные такие условные теории, которые они тоже не осознают, но в соответствии с которыми они ведут себя. Часть этих теорий, соответственно, можно назвать условно теорией фиксированных свойств часть теории изменчивости. И конкретный человек ближе в определенной области либо к теории фиксированных свойств, либо к теории изменчивости. Ну, в частности, на конкретном примере. Вот у нас есть интеллект. Некоторые люди считают, что интеллект не изменен. То есть они родились умными или, наоборот, глупыми и ничего не поменять никак. Другие считают, что интеллект нужно развивать и, собственно, делают это. Ну, понятное дело, в зависимости от того, какие установки у человека есть, он будет в меньшей или в большей склонности, склонен к саморазвитию, к каким-то амбициозным целям относительно себя и так далее. Про личность точно так же. Часть людей считают, что люди не меняются, такие есть в характере, в личности и так далее. И все. Что выросло, то выросло, как говорят обычно. А другие считают, что личность это то, над чем тоже можно работать, то, что меняется. И здесь тоже это сильно влияет, допустим, на то, насколько человек будет готов идти, ну, в случае каких-то проблем к психологу-психотерапевту. Люди, которые считают, что, опять же, люди не меняются, они не пойдут скорее никуда, потому что, ну, а что психолог сделает? Я такой, какой я есть. Вот. И так далее, и так далее. Собственно, есть такие примеры теории установок и в области эмоций, и в области отношений. Вот в отношениях самое смешное и интересное. Некоторые люди считают, что человек, с которым они, собственно, встречаются, это то, что предопределено судьбой. и если, если, соответственно, проблемы какие-то возникают, ну, значит, так и должно быть. Другие люди, которые считают, что, опять же, отношения это то, что подконтрольно, то, что не связано с выученной беспомощностью, такие люди, соответственно, стремятся работать над отношениями, пытаются решать какие-то проблемы вместе там и так далее. Вот. Ну, в общем, да, есть большое количество ограничений внутренних, связанных с нашими установками, которые можно пытаться прорабатывать, осознавать и пересматривать, ну, и переключаться как раз на реальный уровень собственной компетентности и способности вот в этом случае, а не на какой-то очень ограниченный из-за, собственно, представления о чем-то. Вот. Теперь пути формирования экспертности. Есть, собственно, их несколько. Я пару примеров, наверное, приведу. Вначале я расскажу некоторые мифы от которых стоит точно отказаться. В конце 19 века в педагогике была так называемая доктрина формальных дисциплин. Педагоги, учителя считали, что нужно учить какие-то не связанные с реальной жизнью и повседневностью с реальными задачами дисциплины. Ну, в частности, там была популярна латынь. Ну, сейчас в школах продвигают шахматы, что вот мы научим детей играть в шахматы, они станут в целом умнее и это им поможет в жизни. Собственно, психология, ну, последние сто лет ее развития показывает, что нет, это не так. Собственно, если человек учит латынь, он сможет читать тексты по латыни. Это никак не повлияет на его жизнь, никак не повлияет на другие области его практики и деятельности. Если человек начал играть в шахматы, он хорошо будет играть в шахматы. И даже если он разобьет там статегическое мышление в шахматах, статегическое мышление его это будет работать только в шахматах, а за пределами шахмат уже не будет работать. То есть, оказывается, те навыки, которые мы формируем, они жестко привязаны к тем предметным областям, к тем задачам, которые мы решаем, за пределами которых, к сожалению, уже все плохо. Ну, или не так хорошо, в зависимости от нашего оптимизма. Вот. Соответственно, есть другой момент, очень важный. Сейчас, последние несколько десятилетий, развиваются так называемые когнитивные тренировки, когнитивные упражнения для мозга, которые там представляют часто такие вот геймифицированные упражнения, там, где нужно там паровозики какие-то возить, там еще что-то, еще что-то. Ну, самые популярные лимусики, которые заявляют, что вот вы можете играть там по несколько, там, не знаю, минут в день, и у вас будет внимание, память развиваться, там, и так далее, и так далее. Оказывается, что если вы будете, опять же, судя по исследованиям, играть в эти упражнения, соответственно, выполнять эти упражнения, у вас получится лучше, все лучше и лучше справляться с этими упражнениями, а за пределами этой игры у вас внимание и память развиваться, к сожалению, они не будут, и после этого на люмусити в Америке были какие-то гигантские иски инициированы, поскольку, опять же, исследования, исследователи это все опубликовали, и оказалось, что вот в рекламе, значит, полный обман. Поэтому вы тоже, собственно, пожалуйста, не ведитесь на такое. Все чуть-чуть сложнее. Есть два пути, опять же, если говорить общо, к формированию экспертности. Первый, длинный, долгий, но надежный. Вы долго, ну, несколько лет в своей области решаете типовые задачи, становитесь все лучше, 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 как, соответственно, за счет формирования той самой каузальной карты, того, как это все устроено, представлений своих, так и за счет скрытой экспертности, которая у вас также автоматически нарабатывается и работает даже без ваших усилий. Но это, опять же, требует большого количества времени, работы вот в этой области. Другой, собственно, подход, он менее надежный, но в целом у него есть свои преимущества. Этот подход условно называется метакогнитивной осознанностью. То есть идея здесь в том, что мы можем осознанно пытаться перенести опыт из одной области в другую. Вот и это можно тренировать, такие вот навыки переноса. Это отдельный тип задачи. Если вот в этом как бы натренироваться, иногда можно использовать свой опыт, но придется это опять же делать осознанно, произвольно, требует большого количества времени, спонтанно ничего не происходит. Это тоже требует отдельных навыков. Вот. Ну как бы можно сочетать, но самые надежные, как правило, вот и все выбирают длинное, длительное такое профессиональное развитие. Последний пример, который я хочу привести, очень прикольный, связан он с нейробиологическими исследованиями, с исследованием мозга, про то, как вообще формируется экспертность, профессиональное развитие идет и как это отражается на самом мозге. До этого мы говорили именно про мышление, как процесс, а вот что именно прям под черепной коробкой происходит. Самые известные исследования, которые в этой области есть, связаны с лондонскими таксистами. Долгое время, для того, чтобы стать лондонским таксистом, необходимо было сдать очень сложный экзамен на знание города. Ну и, соответственно, таксисты долгое время учили, что там город устроен, какие улицы, где там и так далее, и так далее. Вот. Ну и, собственно, пришли такие, ну в данном случае нейробиологи когнитивные, и попытались сравнить лондонских таксистов и водителей автобусов в том же самом Лондоне, которым не требуется большой такой пространственной памяти и сложной ориентации в пространстве, опять же. Один маршрут, там едешь и едешь. Ну и, собственно, оказалось, что не просто отличия в мозге есть. Есть вот в отдельном участке мозга, это крючок гиппокампа, который вот синеньким здесь выделен, связан он с пространственной памятью. Оказалось, что у лондонских таксистов он больше в размере. И это прям парадоксально, потому что раньше казалось, что, ну опять же, когда мы учимся, у нас, ну функционально как-то новые могут быть связи там между разными регионами мозга, там могут возникать, а вот то, чтобы прям отдельный регион в размере увеличивался, это прям очень круто. И теперь нейробиологи говорят о том, что мозг вообще похож на мышцу. Если вы тренируете его, он увеличивается немножко в размере, поскольку вы часто обращаетесь к нему там и так далее, и так далее. А если не тренируете долго, собственно, опять же, лондонских таксистов взяли через несколько лет и проверили у тех, кто больше давно-давно как бы этим делом не занимается, у них, соответственно, этот регион, крючок гиппокампа, он вернулся к исходному размеру. В этом смысле не тренировать, но все вернется. В этом смысле ничего усухать не будет, но опять же супербольшим тоже вряд ли. Мы такой регион найдем. Вот итог. Собственно, подводим некоторый итог. Ну, во-первых, мышление эксперта принципиально отличается от, соответственно, мышления новичка. Мы посмотрели, чем. Во-вторых, многие эксперты не осознают часть своей экспертизы, и это нормально. С этим как бы… Ну, можно как-то бороться какой-то осознанностью там и так далее, но как бы вы не рефлексировали, все равно часть опыта останется недоступным на уровне, соответственно, поведения. И есть очень смешные тоже исследования, которые показывают, что в некоторых случаях, если вы осознаете какую-то часть опыта, потом она не проявляется в поведении и страдает эффективность. Ну, принцип очень простой. Опять же, если вы начнете осознавать, каким образом вы завязываете шнурки условные, автоматизм распадется на глазах, сознание туда проникнет, и уже у вас будут большие сложности с этим. Ну и последнее то, что вот есть два пути формирования экспертости, о которых я сказал. Собственно, профессиональное развитие и метакогнитивная осознанность, которую тоже надо тренировать, можно тренировать. Все, спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Да, Никита, спасибо большое. А сейчас мы потренируем мозг вопросами. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Вот поправьте, если я неправильно понял. Инсайт, да, или некоторое такое расширение экспертизы, каких-то получения экспертных знаний глубоких, оно связано как раз-таки с разрушением ограничений, да, как вы сказали, на имеющееся знание. И вот как раз-таки метакогнитивная осознанность позволяет взглянуть на свои знания и вот разрушить эти ограничения. А какие практические приемы, да, как можно практиковаться в этой осознанности, может быть, вы знаете что-то. Вот мне на ум приходит только, наверное, фантазировать, философствовать, такие какие-то вещи. Ну, смотрите, тут есть несколько вариантов, несколько приемов, но проблема в том, что они менее проверены, чем другие, которые связаны с профессиональным развитием. Один из самых таких спорных приемов, часть исследователей до сих пор говорят, что все работает, часть говорят, что нет, работает, либо вообще не работает, либо работает только в определенных ситуациях, это медитация. Собственно, идея в том, что медитация можно, некоторые формы, она очень разная бывает, вот некоторые формы медитации можно рассматривать как тренировка внимания, когда вы, соответственно, ну, тренируете свое внимание, либо ее концентрацию предельную, длительное время пытаясь фиксироваться там на условной, там, не знаю, свечечке какой-нибудь, либо вы пытаетесь оттормаживать какие-то мысли, идеи, которые будут вам в сознании тоже довольно долгое время. Это разные виды медитации, но и то, и другое там тренируют разные виды внимания. И оказывается, опять же, чем больше вы тренируете такого рода, собственно, допустим, оттормаживания, вы можете оттормаживать какие-то неважные, нерелевантные идеи, информацию там и так далее. И это вас будет меньше отвлекать, у вас больше будет ресурса на то, чтобы заметить, допустим, новые способы использования, там, не знаю, того опыта, который у вас есть. Вот логика такая. Есть разные тренеры, коучи, которые обещают все это натренировать, эту осознанность метакогнитивную, но, опять же, доказательных штук в этой области пока нет. Может быть, они там шаманят, и что-то получается, может быть, шаманят, и ничего не получается. Ученый говорит, что данных пока нет, но если хочется, можно попробовать. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Павел, и вопрос такой. В начале доклада вы сказали, что эксперт, он не сможет толком, ну, он не сможет сказать, почему он эксперт, чем он хорош, и он вообще не может явно выразить свой опыт. И вот почему так происходит? Потому что ведь если его спросить, ему задать конкретный вопрос, он скажет, вот, у меня были там когда-то такие-то кейсы, вот, мы там сделали это, это, поэтому вот я сейчас решаю так. Да, вот вопрос, почему? Потому что, наверное, опыт его с годами, он забывает его или что, или он сублимируется, там, прессуется в отдельную, вот, интуицию, вот почему-то. Ну, тут есть несколько причин. Первая причина связана с тем, что когда мы говорим о чем-то, нам проще говорить о том, что в сознании у нас уже в словах существует. Вот у людей есть всего три формы представления реальности, ну, в каком виде существует у нас знание. Собственно, психологи сводят это все к трем штукам, к трем вещам. Это действие, образ и знак. Ну, знак — это как раз словесная форма и математическая. Ее проще всего передать, проще всего, соответственно, как-то сформулировать и там рассказать о ней, поделиться. А если это действие и образ, если я знаю на уровне действий, допустим, как что-то сделать, мне очень сложно действие описать. Вот, опять же, бывают такие очень простые случаи, кстати, можно простой пример привести. Когда вы заходите в подъезд к себе, вам нужно код обычно ввести какой-то. Довольно часто это доходит до такого автоматизма, что вы можете легко, без проблем, там, на уровне мышечной памяти этот код ввести, а потом, когда вас спрашивают, когда нужно кому-то сказать этот код, какой же этот код, вы в ступоре, потому что не можете вспомнить, собственно, эту знаковую последовательность. Это значит, что как раз представление чего-то через действие, оно заместило до некоторой степени представление через слова, и нужно вернуть это, переописать и так далее. Описывать образы еще сложнее. Если вы представляете наглядно, как и что должно быть сделано, но слов тут пока нету, вот здесь возникают большие, опять же, проблемы. К слову, надо сказать, что навык говорить, навык описывать свой опыт и моторный, и образный, это отдельный навык. Собственно, и чувства тоже свои описывать, это тоже отдельный навык. В этом смысле он такой же, как вот навыки, те, которые формируются в конкретной зоне экспертизы, их нужно тренировать, а многие учатся, как нужно сделать, а как нужно рассказать, поделиться, этому они уделяют мало внимания, и поэтому тоже возникают такие проблемы. Никит, у нас вопрос из интернета, у нас совсем мало времени, но вот зачитаю интересный вопрос. А мозг у таксистов уменьшался только после того, как они перестали работать таксистами или после того, как они прекратили изучать новое в своей области, но по-прежнему работали с изученной информацией, которая увеличила мозг? Ну, правильный ответ первый, конечно, после того, как они перестали быть таксистами, но важно, не то, что мозг перестал развиваться, просто отдельный регион вернулся к исходному состоянию. Мост продолжил развиваться, конечно, в целом у нас он как бы развивается, Параллельно там идут не только процессы развития, но и процессы деградации, связанные со старением. Но так или иначе, ничего плохого с ними не стало, когда они перестали быть таксистами. Разве что с пространственной памятью у них стало, как у обычного человека, у бедного водителя автобуса и так далее. Спасибо. Так, ну мы успеем еще последний вопрос взять, коротенький только просьба, полминутки буквально. Добрый день, спасибо за доклад. У меня очень короткий вопрос. Вот вы говорили про шахматы, про латынь. Значит ли это, что модная сейчас прокачка soft skills на практике бесполезна? Ну почему? Соответственно, soft skills, они будут как бы эффективны и полезны только в той зоне, в которой они тренируются. Если, допустим, вы тренируете какие-нибудь коммуникативные навыки в профессиональном контексте, у вас будут лучшие эти самые коммуникативные навыки в профессиональном контексте. А, допустим, со своей девушкой эти коммуникативные навыки не будут проявляться. Просто потому, что, опять же, контекст другой и спонтанно это не будет переноситься. Нужно будет отдельно от себя какие-то произвольные усилия на это предпринимать, чтобы одно было как-то актуально для другого. Спасибо. 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 У нас традиция. Приз за самый интересный вопрос. Какой показался тебе? Приз от компании «Азонтех». Мне кажется, про вербализацию. Вопрос про вербализацию. Сейчас наши ассистенты… А, давайте я… Где вы, да? Давайте я вам вручу со сцены. Спасибо вам. И наш традиционный сувенир от конференции. Спасибо. И мы продолжим дискуссию. В дискуссионной зоне выход из зала направо. Никита буквально через минуту-две присоединится. С ними только вот этот микрофон. Аплодисменты. Спасибо.